Здравствуй! На сегодняшнем уроке мы узнаем с тобой, что такое география. География – это наука, которая изучает поверхность Земли и людей, живущих на ней. Слово география по-гречески означает «записи о Земле». Географию также можно разделить на две части – на физическую географию и экономическую. Физическая география рассказывает о Земле и ее ландшафте. А экономическая география рассказывает о людях и о том, как они живут. Но эти две науки также разделяются на множество других подрастелей. Как Земля отвежется в пространстве, что такое дни и ночи, что такое времена года. Это все изучает география. А также, каким образом идет энергия Солнца, давая жизнь животным и растениям. География изучает погодные и климатические изменения. Они ведут записи, предсказывают погоду и наблюдают за тем, как климат влияет на людей, животных и растения. Изучают воду, а также горные породы. Изучение океанов и природных ландшафтов помогает людям узнать об эволюции Земли. А также то, что может с ней произойти в дальнейшем и как лучше использовать окружающую среду. Также географы занимаются изучением людей во всем мире, их свойства и различия образ жизни. И то, как развиваются различные человеческие общества Также изучают поселение людей И почему люди живут именно там, где они живут А также рост человеческого веселения И его влияние на жизнь Земли И его влияние на окружающую среду А еще одно важное достижение географии Это карты Карты За нами вот это находится политическая карта Но она довольно старая Карты помогают понимать окружающую нас природу А также помогают сравнивать разные места Также география изучает то, как можно использовать природу Для пищи, для одежды, для рекордов Да Как изменяется окружающая среда под влиянием человеческой деятельности? Насколько хрупкая Земля И то, как нужно защищать и сохранять ресурсы нашей Земли И еще я хотела показать тебе одну энциклопедию по географии Я думаю, она будет очень для тебя полезной и интересной Давай сейчас посмотрим Так, вот она у меня Вот эта вот энциклопедия Вот так вот она выглядит Вот так вот она выглядит Здесь очень много информации Здесь, можно сказать, сложена вся суть географии Здесь, можно сказать, изложена вся суть географии Все ее направления Все ее различные Сейчас давай стопочкой смотрим Вот одна из первых тем, это Земля нашей планеты, расположенная планета здесь. Вот наша Земля, вот наша Земля. Также я говорила ранее, что изучают географию времена года. Вот времена года, можем тоже наблюдать длинные короткие. Вот такая-то сейчас носочка информации есть, очень интересная. Знаете ли вы, наша Солнечная система это всего лишь крошечная частица огромного числа звезд и планет, называемая галактикой. А во всей Вселенной существуют миллиарды галактик. Наша галактика называется Млечный путь. Далее идет составление карт Земли. Как известно, география прославляется именно картами очень сильно. Составление карт. Также можешь ознакомиться с историей карт. и также как правильно смотреть на карты. Какова высота местности? Вот здесь вот. Вот здесь вот. Как пользоваться картами? Как сделать карту? Я думаю, это будет очень полезно и интересно здесь, не только на картах. Далее тоже вот идет, из чего состоит Земля. Также исследование Земли. Вот, например, на этом рисунке. Что мы можем наблюдать? Что мы можем наблюдать на этом рисунке? Что мы можем наблюдать на Земле? Что мы можем наблюдать на Земле? Из чего состоит наша Земля? Вот идет земная гора. Вот здесь вот так. Земная гора. Далее идет вот эта прослойка. Мантия. Она называется Мантия. Вот эта вот прослойка Мантия. Далее вот это вот наружное ядрё. Это наружное ядрё. и внутреннее ядро вот так вот примерно интересно а ты знаешь, что наша земная гора состоит именно из земных плит и они постоянно движутся вот это плиты плиты разошлись в этом месте изображено как плиты разошли в большинстве случаев они как будто наслаиваются друг на друга видно, что одна как будто нахлестывается поверх другой плиты вот здесь также нужно увидеть все рисунок как плиты да, как плиты настаивают друг на друга мы здесь очень много интересной и полезной информации землетрясения и вулканы все с изображением что такое вулкан вулкан это действительно нечто необычное нечто прекрасное и ужасающее в то же время тема вулканов мне очень нравится и если тебе также интересно могу поделиться с тобой вот такой вот книжечкой Гарунтосиев на вулканах Гарунтосиев это французский ученый вулканолог и это его книга на вулканах Сувриер Эребус Этно Сувриер Эребус Этно Можешь себе записать куда-нибудь в конспертик вот такая вот книжечка я тебе ее дам почитать если тебе интересно в этой книге он рассказывает о своих невероятных приключениях и даже о том как порой он оказывался на грани смерти изучая вулканы очень увлекательно рассказывает о своей работе и открытиях сделанных на вулканах Этно Эребус Сувриер Сувриер Эребус Этно А также здесь есть уникальная фотография сделанных на вулканах на вулканах я тебе покажу некоторые фотографии цветные на вулканах тут много фотографий различные даже некоторые фотографии сделаны на две странички течение лавы течение лавы на вулканах очень красивые фотографии очень красивые тут еще есть большие фотографии вот такие вот еще есть вот такие вот еще есть вулканах вулканах уникальные иллюстрации много полезной информации об этих вулканах сейчас продолжим наше ознакомление с энциклами идей по географии здесь на самом деле тоже очень много полезной информации очень много интересных фактов да вот что такое вулкан я тебе показала также книжечку о вулканах очень замечательная книжечка также есть в этой энциклопеде информация о вулканах далее у нас идут горные обороды далее горные обороды цвета минералы подземные сокровища я хочу так сказать природе исследования лантов ландов лагерана лагерана суши суши Сюда вот, с этой палатой, вот здесь вот, вот эта вот вода вымывает обычно такие ущелья, вот эта тоже вода так омывает и остается вот такой столб. Вода все-таки удивительная сила, дрейфующий, без снег, душа, без водосвязок, ландшафт, еще тема ландшафта, почему идет дождь и досадка, также погода, вот изучение погоды также относится к географии, да, вот я так говорила. Наблюдение за погодой, на самом деле это очень интересная и удивительная тема в географии, и знала ли ты, что погоду можно определять с помощью облаков? Да, погоду можно определить по форме, по цвету облаков и потому, насколько они высоко или низко расположены от земли. Это на самом деле очень интересно и здесь есть даже образцы видов облаков. Вот разные облака. Далее температура, жаркие и холодные области. А далее стихи, это самая удивительная, как мне кажется, тема, самая невероятная. Это стихи. Мне очень нравится эта тема. А теперь как? Торнадо или же смерч. Это атмосферный вихрь. Возникающий в грозовом облаке. Да, возникает в грозовом облаке. А также он распространяется до поверхности земли. До поверхности земли. Диандр воронки в нижней части обычно составляет 300-400 метров. А если смерч касается не земли, а воды, то воронка очень маленькая, где-то 20-30 метров. Самая невероятная торнадо в истории возникла в штате Техас в США. Самый мощный смерч с невероятной скоростью ветра даже был занесен в книгу рекордов Гиннеса. И был он зафиксирован в США. Штат Техас в городке Учидо-Волс 2 апреля 1958 года. Его скорость достигала 450 км в час. Это просто нереальная большая скорость. И городок был полностью разрушен. Дома просто поднимались в воздух. Это просто невероятные мощности торнадо. Также в 1925 году был торнадо трех штатов. Тоже невероятные мощности. Этот торнадо ударил сразу по трем штатам. Штат Миссури, Иллиоз, Индиана пострадали больше всего. Но этот торнадо также задело и немало других штатов. Помимо этих трех. Алабама, Теннесси, Кентукки, Канзас. Также очень пострадали от этого торнадо. А действия этого торнадо продлились 3,5 часа. Скорость его была 100 км в час. Также очень сильный торнадо пронесся по Аклахоме. 20 мая 2013 года. Это, в общем-то, не так уж давно было. Эта буря прорезала полосу шириной 3 км, а длиной 27 км. Это довольно-таки много. Сильнее всего пострадал городок Мур. Это пригородный городок Аклахомы. Скорость ветра достигала 267 км в час. А торнадо само осуществовало 40 минут. Такая вот разрушительная сила торнадо. Ну что, пойдем тогда дальше. Третий год. Экваториальные зоны. Животный мир. Также леса. Далее у нас идут зоны саван. Вот такие вот деревья растут в зоне саван. Так как в этой зоне очень жарко. Вот, например, это дерево Акация. Имеет вот такую форму расположения листьев. Чтобы давать тень для растущих ниже листьев. Таким образом избегает их высыхания. А вот это у нас Баоба. Он имеет толстый ствол. В нем он накапливает много воды. Вот это такая особенность растительности в этой местности, в этой зоне. Далее тропические пустыни. Мы тоже можем заметить, что у кактусов очень толстый ствол. Он также в себе накапливает много воды. Вот, чтобы таким образом избегая высыхания. Далее зона мусона земледелия. Таким образом обычно фактически в воду садят эрис и некоторые другие крупы. Далее здесь умеренные зоны. Умеренные зоны. Полярные зоны также. Полярные зоны. Полярные зоны. Полярные зоны. Полярные зоны. Героидная раса. Монголоидная раса. И по идее здесь должна быть европейская раса. Здесь какая-то ошибка, по-моему, опечатка. Люди Америки. Люди Америки. Благады мир, беды мир. Сфера услуга развивается именно в тех странах, где люди более-менее в достатке Например, если взять уже Африку, у них сфера услуги совсем не развита Потому что они не могут позволить себе кого-нибудь, например, нанять Чтобы что-то сшили, чтобы что-то сделали Сделали уборку дома, предоставили какие-то услуги Они в основном все делают сами Это только у них, так сказать, рабочий класс Больше они ничего не могут А если страна более богатая, более развитая, появляется больше сфер услуг Также торговля, магазины, там ведь тоже услуги нам предоставляют Качество обслуживания и тому подобные вещи Именно в более развитых странах Далее население Рост населения Где мы живем? Виктболисы, деревушки Поселки, поселки и большие города Сельское хозяйство по всему свету Кстати, тоже один такой интересный факт есть насчет бананов Я думаю, многие, кто покупали бананы в магазине Замечали, что они мокрые Особенно, когда выставляют их в коробках, они мокрые Так вот, все потому, что их собирают Их моют проточной водой Да, там, где собрали, помыли проточной водой Уложили в пакеты и ящики, соответственно Наклеили, да, там, все, что необходимо И вот, таким образом, за счет того, что бананы лежат в пакетах Вода, вот эта влага, она сохраняется И бананчики к нам приезжают уже, по идее, мытые, мокрые Вот, когда я, конечно, выкладываю на витрину, они высыхают Вот Конечно, иногда не очень хорошо мытые бананы И в любом случае, нужно их мыть у себя дома после покупки Но вот такой вот есть интересный факт Почему бананы мокрые Далее еще тема землетелия Болеврости Лесоводство и рыболовство Лесоводство Здесь рыболовство Также горное тело Горное тело Энергия Далее промышленное производство Сфера обслуживания Богатые и бедные страны И вот что касается сферы обслуживания Синяя это работа не в сфере обслуживания А красная это работа в сфере обслуживания В США Как мы видим Очень большой процент работы в сфере обслуживания Это говорит о том, что это довольно богатая страна И она может позволить Многие люди там могут себе позволить какое-то обслуживание Вот Если сравнить Со страной Нигер 5% всего лишь 95% это работа не в сфере обслуживания И всего лишь 5% в сфере обслуживания То есть настолько большая разница в уровнях жизни В уровнях богатства стран В географии изучают транспорт И его естественно влияние на окружающую среду Пути сообщения Также изучают связь Ресурс Туристы окружающая среда Загрязнение окружающей среды Загрязнение воздуха Есть такая очень вредная штука Как кислотный дождь Кислотный дождь Кислотный дождь Это показатель сильного загрязнения воздуха Также еще называются кислотные газы Они выходят с выхлопами Труп автомобилей Труп завода Это все загрязляет воздух очень сильно Также получается эти кислоты Они поднимают с воздуха А потом эта кислота в виде дождя Может выпасть в любой стране В какой-нибудь соседней стране Например И таким образом разрушается природа Если кислотный дождь Прольется где-нибудь над лесом То скорее всего Почва будет мертва Там уже не смогут расти какие-либо растения Также животные очень сильно от этого страдают И умирают Далее у нас идут карты Это карта мира Это карта мира Это карта мира Это карта мира Здесь также в этой энциклубитии очень много различных карт Это карта Северной Америки Карта Северной Америки Далее у нас карта Африки Вот такая вот карта Африки Со списочком стран Также список стран Будем еще в Африку У нас попростить Далее у нас карта Европы есть Южная Азия Средний Восток Здесь также есть различные факты об окружающей муке Вот в общем-то такая вот книжечка Такая энциклубития Так что что мы теперь узнали о географии Что такое география Получили эту информацию об этом В общем география объясняет нам мир, в котором мы живем Как мы можем его использовать И как можем его защитить Уровень загрязнения на нашей планете очень высок Люди сильно влияют на Землю И ресурсы могут оказаться в опасности Поэтому давай мы с тобой будем беречь нашу природу Нашу окружающую среду Всеми возможными силами Ну что же, надеюсь Для тебя этот урок был полезен и интересен Встретимся с тобой еще обязательно Встретимся с тобой еще обязательно Я тебя буду очень ждать На моих занятиях по географии Пока-пока Субситры сделал DimaTorzok Субситры сделал DimaTorzok